друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал и маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить на лайки сегодня друзьям у нас в нашем telegram канале состоится очередной голосовой чат и прежде чем я его проведу мы в течение дня устроим голосование относительно тематики поэтому примите участие очень важно потому что именно вы определяете контент друзья нужно понять какая тема вам будет интересно обсудить доллар детальнее нефть может быть европейский рынок может быть ситуацию на американской фонде в общем следите за постами сегодня и обязательно оставьте ваш фидбэк ну и те кто еще не подписался имейте ввиду друзья то что под этим видео на нашем канале на ютюбе в описании будет ссылка на этот телеграм-канал обязательно подписывайтесь ну что же очередная неделя мы продолжаем следить за тем как доллар отходит от последних макроэкономических данных и прежде всего от данных по инфляции сейчас индекс доллара котируется на отметке 90 37 и прошлый отчет по инфляции он увеличил пропасть между трейдерами которые ставят на то что американский регулятор все-таки дрогнет под давлением растущего инфляционного инфляционных ожиданий и изменит денежно-кредитную политику то есть откажется от программы количественного смягчения путем сокращения ее объемов и впоследствии повысить процентную ставку и другой лагерь трейдеров которому отношусь я это сторонники идеи того что американский регулятор не изменит свою денежно-кредитную политику и причем текущая стимулирующая политика будет оставаться такой в течение еще не одного года я ранее в течение последних двух недель комментировал вам свои ожидания когда я рассчитываю на какие-то изменения в монетарном курсе и намеки первые на эти изменения они могут быть даны на симпозиуме в джексон холли в августе соответственно если этот сценарий оправдается то первое решение по ослаблению программы количественного смягчения мы будем ожидать в 22 году и так вот благополучно путем сведения к нуля выйдем на повышение процентной ставки но это уже 2023 год сейчас друзья вам тоже нужно определиться как вы будете действовать по доллару дальше потому что на мой взгляд тренд который сейчас формируется он остается нисходящим уже в течение длительного периода времени он дает последнюю возможность принять вам решение о торговле на долгосрок я не берусь и прогнозировать локальные краткосрочные изменения потому что в целом этого никто не умеет никто не знает как поведет себе актив в забеге на очень короткую дистанцию но если вы все-таки подходите к трейдингу системно вы должны смотреть на долгосрочный горизонт и по доллару друзья сейчас самое время принять решение пока индекс держится выше 90 на понтов напомню что я сторонник идеи того что на рынке еще нет условий достаточных для того чтобы фрс отказался от тех стимулов которые всем известны потому что достаточно посмотреть на американский рынок труда без работы 8 миллионов человек ну неужели вы считаете что сейчас американские регуляторы решит то что экономика перегревается ужесточит монетарную политику повысить процентную ставку что будет дальше при более высоких процентных ставках сектора промышленности строительство сферы услуг начнут загибаться снова и безработица вырастет и для того чтобы решить эту проблему американский регулятор будет впоследствии снова снижать процентные ставки зачем эти лишние силы движения друзья я думаю то что последний блок статистики в пятницу это роничные продажи мичиганский индекс потребительского настроения и промышленное производство это статистика заказная от американского регулятора потому что вопреки всем ожиданиям мы увидели очень плохие цифры и эти цифры необходимы были американскому регулятору которые сейчас забрасывают вопросами относительно того будете ли вы менять политику будете ли вы повышать процентную ставку или нет если раньше в течение всей недели после выхода данных по инфляции мы слышали комментарии воларда клариды булларда каплана которые являются голосующими членами они четко дали понять что ставка повышена не будет но это было лишь их субъективное мнение сейчас у всех них есть возможность опираться на статистику и те данные которые реально не дотягивают до супер оптимистичных сейчас помогут им объяснять позицию того что не время еще менять отказываться от стимулирующего курса важно держать тот вектор политики который был задан и соответственно друзья из этого мы делаем выводы что американская валюта будет дальше отступать под давлением снижения доходности американских облигаций и впоследствии тестировать поддержку 90 пунктов и ниже золото как реагирует на инфляцию тоже я много раз вам говорил пожалуй золото это один из немногих оставшихся инструментов которые их им правильно реагирует на какие-то экономические изменения в мировой мировой экономики то есть как по учебникам рост инфляции страховка от инфляционных рисков и золото у нас растет 1852 то есть фактически сделано наша ближайшая цель но это тоже только лишь начал я рассчитываю что дальше будут уровни покруче 1870 и 1900 кстати если эта тема вам интересно сегодня в процессе голосования дайте мне знать об этом что золото нужно обсудить и на сегодняшнем вебинаре на формате также еще и голосового чата несколько будет каналов обещания напомню что этот вебинар запланирован на 16.00 по московскому времени мы все обсудим нефть 68 68 а цель 70 она никуда не пивается остается на этих же значениях я рекомендую вам работать друзья с последними отчетами международного энергетического агентства опека и администрации энергетической информации в целом все эти ведомства прогнозируют роста спроса до конца этого года и больше всего меня вдохновил на сохранение длинных позиций отчет международного энергетического агентства потому что там конкретно по цифрам что дефицит предложения даже с учетом ситуации в индии даже с учетом того что опек смельчает постепенно ограничение по сокращению добычи дефицит предложения будет в районе двух миллионов баррелей сутки я думаю что 70 мы точно сделаем в принципе можно обозначать уровне повыше но это уже разговоры следующих брифингов доллар канадец идея снижения до отметки 120 остается в приоритете на этой неделе куча статистики по канаде в среду данные по инфляции в пятницу по ровничным продажам вот на них мы сфокусируемся по ожиданиям цифры вряд ли разочарует если еще получится что нефтянка все-таки доберется до 70 вот в ближайшие дни то доллар канадец пробьет поддержку 120 собственно это нам и нужно европейская валюта против доллара 1 21 31 здесь рост основной приоритета активизация компании по вакцинации смягчение карантинных ограничений протокол европейского центрального банка о том что стимулирующие меры будут актуальными bank of america рекомендует своим инвесторам на время переориентировать свои крупные капиталы на европейский рынок потому что там в отличие например от американского фондового рынка есть еще потенциал роста больше чем на 10 процентов и соответственно приток капитала на европейскую фонду это конверсионные сделки через за евро валюты и еще одна причина ставить на на роста евро против доллара фунт против американца 1 40 87 сегодняшнего дня смягчаются карантинные ограничения бабы рестораны кафе всем им теперь можно принимать гостей уже и внутри помещений меры социального дистанцирования уже не такие жесткие можно собираться большими группами людей это впоследствии будет способствовать реализации отложенного спроса и на этой неделе кстати данные по активности в промышленном секторе в сфере услуг хроничные продажи и инфляция также рынок труда то есть очень много данных я сейчас новые позиции по фунту не открываю друзья я думал что в понедельник я все-таки проявлю решительность но все-таки нужно сейчас дождаться реакция фунта на вот этот блок данных посмотреть как поведет себя ближайшие дни доллар если например у нас будет повторный тест поддержки 1 40 тогда буду уже закупаться с этого уровня на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели всем пока